Этот исполин наделал много шума не только на космодроме, но и во всем мире. Самый амбициозный космический проект человечества стал не просто достойным ответом американской системе нападения Space Shuttle. Советская разработка на полвека опередила свое время. Многоразовая система энергии Буран втрое превосходила погрузоподъемности и могла выводить на Орвиту до 100 тонн грузов. 15 марта 1987 года в 21.30 по московскому времени состоялся первый старт ракеты-носителя «Энергия». Григорий Сонис тогда был главным инженером Байконурского филиала Кубышевского завода «Прогресс». Сегодня вспоминает. Трудностей было много, но и опыт был накоплен уникальный. У нас уже в России были созданы такие мощные конструкторские силы. Поэтому, мне кажется, технически нашим конструкторам не представлялось труда создать вот эту ракету. Сегодня в Самарском РКЦ «Прогресс» состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею исторического пуска. Участники программы, многие до сих пор в строю, получили награды. 30 лет минувшие с начала новой эры в космонавтике не ушли в историю. Несмотря на то, что в 90-е годы программа была закрыта, вся техническая документация сохранилась, и повторить успех для самарских конструкторов не составит большого труда. Тем более, что сверхтяжелые носители сегодня снова перспективные направления во всем мире. Мы сегодня не говорим об освоении Марса, мы сегодня не говорим о тех проблемах, которые сегодня есть на Земле. Это и мощные радиотелескопы, это в том числе и удаление радиоактивных отходов в космос. Для этого нужны ракеты, которые способны выводить сотни тонн на орбиту. Вот одна из таких ракет энергии, которая именно позволяет эти вопросы решать. Чтобы возродить программу, сегодня нужна только политическая воля и деньги, причем немалые. Ведь тогда, 30 лет назад, в кооперации с заводом «Прогресс» работало более 2000 предприятий Советского Союза. В Куйбышеве был создан единственный в мире комплекс стендов, позволявший проводить испытания. Сегодня хочется вам всем сказать слова благодарности за то, что вы принесли в этот проект, а принесли, собственно, всю свою жизнь. Все свои знания, весь свой интеллект, и это очень много. И мы живем вот тем, что сейчас реализуем, но подскудно вспоминаем, что вот есть великие проекты, которые хочется как минимум повторить, а как максимум сделать еще более масштабно и более значимым. Но если программа «Энергии Буран-2» когда-то и будет реализована, то мир узнает об этом уже после очередного успешного старта. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. События. Продолжение следует...